Ну, налоги, надо сказать, все истории с налогами связанные, они все очень сложные, конечно, да? И там как бы вот понятно, что всегда есть и аргументы, и контраргументы. Надо сказать, что Apple, мне кажется, повезло. Не знаю, как вот Михаил показался, потому что перед началом эти слушания говорили там на бумаге, что Apple отъявлен нарушитель, ищущий священный грааль налоговых лазеек. А когда начали сами слушания, то даже стало это поводом для всяких хуманистических заметок. Один сенатор сказал, приятно познакомиться, у меня есть iPad. А другой сказал, люблю Apple, Apple люблю. То есть вот такие вот признания. Все-таки большая компания, у всех, значит, в кармане iPhone лежит, как-то вот рука не поворачивается. А у вас какое сложилось ощущение? Как Apple пронесло, что называется? Ну, пока, наверное, еще выводы делать рано, потому что расследование это продолжается, насколько мы знаем из нашей информации. Поэтому, наверное, так сказать, будет какой-то найден компромисс, хотелось бы надеяться на это. Но в любом случае история с Apple, она показывает, и нам, как российским юристам, особенно приятно, так сказать, это заявить, что она показывает, что, в общем-то, не только в России компании испытывают проблемы, так сказать, с налоговыми органами, крупные компании в частности, но и даже в такой строгой стране с точки зрения налогового администрирования, как Соединенные Штаты, крупнейшие налогоплательщики, крупнейшие американские компании имеют колоссальные, так сказать, налоговые проблемы, попадают в налоговые скандалы. Поэтому в этом смысле, так сказать, радостно за российский бизнес, что он не единственный, кого критикуют за уклонение от налогов. Да, но мне кажется, здесь вот все-таки у Apple действительно, что меня потрясло, что вот на ту сумму, которую они оставили за рубежом и не репатриировали в США, а напомню, что в Америке ставка налога больше 35%, то есть она выше, чем в России, значительно, в полтора раза ниже, и уж там не говорить, там, о какой-нибудь Ирландии, где 12,5 или что-то близко к этому, да, но Apple удалось платить с этих денег в итоге 2%. Вот вы можете объяснить вот эту технологию, каким образом крупнейшей компанией удалось еще дальше уйти в какой-то третий уровень налоговых лазеек, чтобы не 12 заплатить уже, как в Ирландии, а 2%. А потом говорить, что так и надо. Совершенно верно. Ну, на самом деле, если быть предельно честными, так сказать, с нашими радиослушателями, можно сказать, что не сами компании придумывают эти схемы. У них есть консультанты, очень профессиональные, очень высокооплачиваемые консультанты. Это крупнейшие компании, такие как PricewaterhouseCoopers, например. Я ни в коей мере не хочу его привязывать к этому делу, но просто привожу пример компаний, которые занимаются налоговым консультированием. И Apple не сам придумал эту схему, я уверен в этом на 100%, потому что любая крупная компания, особенно такая крупная, как Apple, всегда получает очень квалифицированную помощь со стороны при выстраивании своих операций. Поэтому здесь, так сказать, если они получили такую схему, и если они её используют, значит, она была абсолютно обоснована, она была со всех сторон рассмотрена. И она, безусловно, является легальной. И она, безусловно, скорее всего, она является легальной. Да, у неё могут быть какие-то, так сказать, сомнительные места, которые можно обсуждать и оспаривать, в том числе в судебном порядке. Но говорить о том, что это просто какой-то, выражаясь на простом языке, беспредел со стороны крупнейшего налогоплательщика, я думаю, не приходится. Тут ещё один интересный аспект, потому что современная экономика, помимо национальных юрисдикций, имеет ещё такой национальный теперь уже уровень, там интернет вообще не поймёт, где это находится, в какой юрисдикции, где налоги платить. Вот Apple это используют? И вообще вот это вот Google, Apple, это же компании, которые в этой сфере работают. Телефоны продают через интернет, работают через интернет. Вот как это работает конкретно, да? Безусловно, вот эта нематериальная сфера, она даёт возможность сферы бизнеса. Там очень много нематериальной составляющей в интернет-индустрии, в сфере высоких технологий, очень много интеллектуальной собственности, выраженной в патентах, в различных, так сказать, объектах авторского права, которые можно при необходимости перенести из страны с более высокими налогами в страну с менее высокими налогами. Собственно, все этим грешат, в общем-то. И поэтому Apple не единственная компания, которая попалась вот на этих операциях, когда она переводит свои патенты на свои изделия в страну с более льготным налогообложением, в данном случае в Ирландию. Похожая история, я уверен, может произойти с Google и с любыми другими крупными налогоплательщиками, которые всегда, так сказать, представляют интерес для страны, откуда они происходят. А вот если, например, компания не ищет вот таких вот схем по уменьшению налогов, да? Тогда финансовый директор увольняет такой компанию. Да. Нет, ну, предположим, предположим, вот Apple не искал бы таких вещей, да? Ну, трудно себе, конечно, представить вот такого капитализма, который этого не делает, ну, допустим, да? Тогда это был бы другой Apple. Конечно. Тогда это была гораздо менее богатая компания, гораздо менее влиятельная. Вот какая связь здесь существует? Связь прямая, вы абсолютно верно говорите. Была бы менее богатая, менее конкурентоспособная компания. Ну, в чём бы проявлялась, например? Ну, вот они не искали бы, ну, хорошо, но заработали бы они там, я не знаю, там, тупо говоря, на миллиард меньше. Ну, и что, и чего? Ну, тоже жадность не может быть бесконечным. Да, в 40 миллиардах, в 30 миллиардах, то есть порядок цифр такой. Порядок цифр очень большой, да, если брать капитализацию компании, да, и, если я не ошибаюсь, у нас составляет сотни миллиардов, то 30-40 миллиардов – это уже довольно приличная цифра по сравнению со всей капитализацией компании. Поэтому, ну, я вот так пошутил, но на самом деле эта шутка, она содержит долю правды, что компании, которые не оптимизируют налоги, это компании, которые, ну, значит, они неэффективны. Значит, неэффективны их финансовые службы, их финансовые директора и их консультанты. Поэтому я думаю, что это просто показательный пример того, как крупные компании тоже оптимизируют налоги. Потому что очень часто бытует такое мнение в профессиональных деловых кругах, что больше всего уклоняются от налогов небольшие компании, которых сложнее поймать, и, так сказать, они уходят в какое-то такое серое поле. На самом деле это не совсем так. И эта история с Apple, она явный тому пример, что, в общем-то, крупные компании, они занимаются тем же самым, но просто на более, если можно так выразиться, продвинутом уровне. Но тогда получается, что они балансируют, извини, пожалуйста, получается, что они балансируют между легальным и нелегальным, там, между принятым и недопустимым. Безусловно. И тогда непонятно, где эта грань находится. Вы знаете, налоговое законодательство, оно настолько сложное, в том числе и в Соединённых Штатах Америки, что вот сейчас этот скандал, если можно его так назвать, он породил разговоры о том, что необходимо пересматривать налоговый кодекс Соединённых Штатов. Он показал свою несостоятельность, даже, казалось бы, в такой развитой, в законодательном плане стране, как Соединённые Штаты, критики подвергся серьёзный налоговый кодекс и налоговая система Соединённых Штатов. То есть критики, потому что там много, как бы, двусмысленностей, лазеек, или потому что очень жёстко всё? Потому что, с одной стороны, безусловно, есть перегибы с точки зрения высокой ставки налога, 35% – это очень высокая ставка налога. И понятно, что продавая по всему миру айфоны, айпады и прочие, так сказать, свои товары, не хочется терять свои конкурентные преимущества и платить 35% в стране, откуда происходит этот бизнес. То есть хочется воспользоваться возможностями международного бизнеса и платить налог там, где он меньше. Поэтому налоги – это одна из статей расходов. Естественно, с этими статьями финансовые службы компании юристы тоже работают. – Не смысл поговорить о том, как дальше компании будут прижимать с разным сторонам. Уже явно, что эта тенденция пробила такой мировой масштаб, потому что есть и усилия американских налоговых органов, которые еще пару лет назад приняли закон, который предусматривает информирование американской налоговой службы ОРС о том, как себя ведут, какие доходы получают граждане и компании американские. Сейчас эта инициатива приобрела уже такой многосторонний характер. Через 20-ку ОСР готовит какую-то инициативу, которую они осенью обнародуют. В каждой стране почти говорят о такого рода похожих делах. В Австралии там с своими компаниями борются, во Франции была эта история с этим министром, который там в швейцарском банке счет держал. Все истории примерно про одно и то же. На этой неделе ЕС, саммит ЕС принял решение о обмене информацией банковских счетов. И уже Австрию, которая была самой закрытой, раскулачили. И Люксембург тоже согласился. Теперь они займутся Швейцарией, Сан-Марина, там, другими юрисдикциями. Ну вот конкретно, как Вы считаете, насколько эти меры будут действенными, насколько быстро они дадут конкретный, ну для компаний негативный, а для бюджетов позитивный эффект? Хороший вопрос. Вы знаете, я думаю, что это сложно прогнозируемый процесс с точки зрения скоростей. И многое тут зависит от потребностей бюджетов соответствующих государств. Потому что, ну собственно, чем вызваны такие действия, как нам кажется? Ну, нам кажется, что совершенно очевидно, что они вызваны финансовым кризисом и недостатком средств в бюджетах стран Евросоюза, в бюджете Соединенных Штатов Америки, крупнейших государств мира. И попытки найти дополнительные доходы, они приводят к каким-то более энергичным действиям в отношении налогового, в том числе налогового администрирования. И попытки поймать тех неплательщиков или тех, кто платит налоги меньше, чем могли бы платить и так далее. То есть, поэтому потребность бюджетов этих государств в дополнительных доходах, она будет стимулировать ускорение этих процессов. Потому что ведь понятно, что, так сказать, любое заявление, оно может реализовываться несколько лет или оно может реализовываться несколько месяцев. Зависит от того, насколько это нужно той власти, которая это декларирует. Поэтому я думаю, что здесь всё упирается в основном в финансовую, так сказать, потребность в дополнительных доходах. А она, понятно, что существует, потому что Евросоюз тратит деньги на помощь. Сначала Греции, потом на помощь Кипру, потом на помощь Португалии, потом, возможно, Испании и каким-то, возможно, другим странам своим членам. И, естественно, эти деньги должны откуда-то браться. Это же не деньги, взятые с потолка. Это деньги налогоплательщиков Германии, других развитых Франции, других развитых стран Евросоюза. Естественно, есть желание компенсировать эти деньги, и надо их откуда-то взять. Вот, собственно говоря, это и порождает эти, так сказать, действия, которые, конечно, нам непонятно на самом деле, насколько быстро они будут реализованы. Потому что эти обсуждения, они происходят последние 10 лет. Мы достаточно плотно следим за ситуацией, чуть ли не ежедневно, за всеми новостями, которые происходят уже последние 10 лет в области налогового администрирования, международном масштабе, других странах, в Российской Федерации. И мы видим, что некоторые процессы пробуксовывают, они могут годами обсуждаться и, так сказать, не приходить к эффективному какому-то положительному результату. — Ну вот пример с фаткой, да, с американским законом, который предусматривает, что банки должны сообщать о счетах американских налогоплательщиков. Это пример такого конкретного шага вполне, да? — Абсолютно. — Ну вот Россия пока не присоединилась, другие страны уже присоединились. Это даст эффект? — Безусловно. — То есть это как раз пример того, что действительно уже укрыться, скажем, просто в обычных юрисдикциях становится тяжело, нужно идти куда-то совсем далеко, да? — Дело в том, что так называемый фатка, это закон, принятый в Соединенных Штатах, не так давно, который направлен против американских налогоплательщиков, которые пытаются спрятаться в зарубежных банках. И это не совсем, он не совсем актуален для, так сказать, налогоплательщиков других, российских и каких-то прочих. Но, безусловно, как аналог того, что может, в принципе, того механизма, который может применяться и другими странами, безусловно, его следует рассматривать. — Безусловно, этот закон и попытки распространить его действия за пределами Соединенных Штатов Америки, конечно, это очень важный пример для других государств, как можно бороться с уклонением от уплаты налогов. И он достаточно эффективно реализуется, потому что у американцев есть очень простой рычаг реализации своих финансовых задач. Большинство платежей в мире происходит в их валюте, в долларах США. Эти платежи проходят через корреспондентские счета, открытые в американских банках. То есть, когда вы совершаете долларовый платеж, даже если он происходит в России, это означает, что в этом платеже так или иначе участвует корреспондентский банк в Соединенных Штатах. И поэтому у них есть этот рычаг. Они могут тем банкам, которые отказываются от сотрудничать, или банки тех стран, которые отказываются от сотрудничать, они могут перекрывать им кислород, закрывая им корреспондентские счета. Это очень сильная и очень эффективная мера, которую они, безусловно, угрожают ее использовать. И в том числе и облагать дополнительным налогом операции по этим счетам. Я не хочу, может быть, углубляться в какие-то очень такие технические детали этого процесса. Но, безусловно, у Соединенных Штатов есть очень сильный рычаг, и он, безусловно, будет действовать. Поэтому эта мера будет, я думаю, быстро реализовываться. Другой вопрос, что для России, может быть, она не так важна, поскольку она касается в основном борьбы с американскими неплательщиками налогов. Она не касается всех остальных. А вот по поводу американских неплательщиков налогов вас спрашивают здесь через Твиттер. А что бывает в США за неуплату налогов? Например, что грозит, предположим, большим компаниям? Ну, я думаю, что мы прекрасно с вами знаем и слышали много раз, что в Соединенных Штатах очень строгие наказания за уклонение от уплаты налогов. И даже был не так давно какой-то известный пример, когда даже голливудского актера посадили в тюрьму за неуплату налогов. Поэтому, конечно, Америка известна своим строгим, в том числе уголовным законодательством. И это, конечно, стимулирует всё-таки и компании, и граждан Соединённых Штатов всё-таки быть более исполнительными, добросовестными. Вот к вам, когда приходят клиенты, вы консультируете их, как рассказываете о офшорных зонах? Вообще они остались в мире? Или это уже, так сказать, вот такой класс, как эти динозавры вымерли, так вот через два года уже офшорные зоны, это будет тоже исчезнувшее явление? Ну, вы знаете, все по-разному понимают это слово, офшорные зоны. Мы в него вкладываем такой смысл, мы как юристы, как, так сказать, те, кто профессионально занимается этой сферой, это безналоговая юрисдикция, то есть некая зона, в которой можно вести бизнес, не платя никаких налогов. Безусловно, такие зоны остались. И остались, и по-прежнему они используются, и в них происходят сделки. И мы знаем, что, например, крупнейшая сделка была, которая у всех на слуху по приобретению ТНК-БП, мы знаем, что там в структурировании этой сделки, при структурировании этой сделки там были заняты компании из различных юрисдикций, в том числе из так называемых офшорных зон. Это распространённая практика, и многие иностранные компании продолжают использовать офшорные зоны, это всем известные Бермуды, Каймановы острова, Британские и Виргинские острова и многие другие юрисдикции для целей, так сказать, структурирования тех или иных сделок, в каких-то случаях законного. То есть налоговое законодательство, я повторюсь, оно достаточно сложное не только в России, но и в любой другой стране, как правило, и оно позволяет в тех или иных случаях использовать законно на законных основаниях офшорные компании. То есть компания зарегистрирована в офшорных зонах и даже не всегда с целью ухода от налогов, а иногда и с целью просто, так сказать, выхода на какую-то более удобную юрисдикцию для структурирования какой-то сделки. С точки зрения применимого права в этой юрисдикции, во многих юрисдикциях действует английская система права и судебное производство происходит с применением этой системы. Это более удобно, чем, может быть, применение какого-то местного права, в том числе российского, например, в случае российского бизнеса. Поэтому они продолжают оставаться.